Продолжение следует... Мы приветствуем куратора и лечителя Байбы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую вас. Я счастлива находиться в этом приятном месте. Зовите меня Элла. Элла. Приветствую вас, уважаемая Элла. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной, убрали все лишнее. Я оставила 10 вопросов, которые она очень хотела бы задать вам. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Все непременно. Я начинаю с приветствия. Я очень рада и благодарна, что могу задать вопросы своему куратору через вас. Мои вопросы. Первый вопрос. С какой планеты родом моя душа? О, какой прекрасный вопрос. Ты арктурианка и несешь в себе энергии Арктура. Мы приветствуем в этой комнате диагностики представителя Арктура. Очень рады вам. Еще раз благодарю за этот прием. Можем продолжать? Или вы хотели добавить что-то? Продолжайте, пожалуйста. Второй вопрос. На каком уровне находится мое высшее Я? Твое высшее Я подходит к 13 уровню развития. Переход с 12 на 13 уровень. Благодарю вас. Третий вопрос. Сколько у меня было жизней и каким было мое последнее земное воплощение? Жизни было множество. Земных жизней было 12. Воплощение, которое было до этого, происходило в 960 году. Это была территория Ирана. Иран. Там была большая библиотека. Именно в ней ты находилась, следя за книгами. Она была женского пола или мужчина? Нет, мужчина. Мужчина. Значит, он следил за этими книгами и, соответственно, имел прямой доступ к ним. Многие из этих книг на сегодняшний день находятся в Ватикане. Эта библиотека была разрушена, к сожалению. Да, все, что в Ватикан попадает, не попадает, к сожалению. Я смотрю твою жизнь и понимаю, что ты была хранителем книг. Такая была должность. Благодарю вас. Вы хотели добавить что-то еще, уважаемая Айла? Задавайте, пожалуйста, вопросы. По этой жизни, сколько лет она прожила? Была ли замужем, женат? Был ли он женат? 51 земной год. Семья была? Нет, все свое свободное время. Подарила книгу. Он проводил за чтением этих книг, переводом, хранением, уборкой, полностью посвящая себя в эти уникальные экземпляры, получая знания. Какой опыт получила душа в этом воплощении? Развитие. Развитие, понимание происходящего и знания, взятые из этих книг, не пришли даром. Благодарю вас, уважаемая Айла. По этому воплощению у меня больше вопросов нет. Можем идти дальше. Пожалуйста. Четвертый вопрос. С какими целями и задачами моя душа пришла на Землю? Хорошо, я объясню. После 1960 года душа долго не воплощалась и ждала интересный момент. Поэтому душа выбрала сегодняшний день. Сегодня также открывается очень много знаний. Ставится под сомнение. Абсолютно все знания, общеобразовательные, даются новые знания, каким верить может решить только опытная душа. Именно поэтому твоя душа пришла в воплощение в этом времени. Ты помнишь разные времена, спокойные, неспокойные и сегодняшние, когда все, что ты изучала, ставится под сомнение. Здесь твоя задача вспомнить твою внутреннюю составляющую, твою энергию Арктура, которая несет эти знания, сопоставить их с сегодняшним днем. По крупице ты будешь вспоминать, сопоставлять. В этом поможет тебе интуиция. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Элла. Пятый вопрос. Я думаю, он вам понравится. Как выглядит мой стержень? Прекрасный вопрос. Арктурианские энергии насыщены светом. Какой он будет, зависит от тебя. Насколько он широк и тверд зависит от тебя. Арктурианские энергии не только несут внутренние энергии, они также состоят из знаний, как я уже это сказала, из накопительной памяти, а также из накопительной личной памяти, а также общей информации с Арктура. Попробуй почувствовать, как твой стержень проходит через каждый энергетический центр, наполняя тебя этой энергией. Мы говорим условно стержень. Это может быть спираль, зигзаг или какой-то гибкий шар, который ты можешь представлять так, как тебе удобно. Научившись визуализировать энергии Арктура, ты можешь наполнять и структурировать свой стержень, как тебе удобно и гармонично. Благодарю. Благодарю вас за этот очень интересный ответ, Элла. Следующий вопрос, шестой. Через сколько кармических узлов я прошла в этом воплощении и сколько еще предстоит пройти? Ты прошла четыре кармических узла. У тебя остался один впереди, но это будет зависеть от тебя и твоего развития. Как я уже сказала, у тебя много знаний, забытых и непримененных. Если ты будешь активировать энергию Арктура, помнить и работать с ней, ты сможешь, эти знания будут открываться, как клапаны по крупинке. Ты просто будешь понимать это, знать это, и твоя интуиция подскажет, что это так и есть. Здесь не будет никакого сомнения. Ты будешь продолжать учиться, но твое сознание и знания, которые откроются тебе, будут говорить о том, что ты можешь и учить. С этим будет связан твой следующий кармический узел. Если ты захочешь, разовьешь и будет желание продвигаться с энергиями Арктура. Благодарю. Благодарю вас. Работая с энергиями Арктура. Благодарю вас, Элла. Я добавлю два слова. У нас на Земле присутствует, к сожалению, искаженное понятие о кармических узлах. Большинство людей душ считает кармические узлы чем-то негативным. Тем не менее, это наше задание, которое мы пришли исполнить и чему-то научиться. Это не обязательно негативно. Кармические узлы даже добавляются в процессе жизни, если человек достиг какой-то, из нашего опыта, достиг какого-то определенного развития, и чтобы еще дальше он пошел, в зависимости от его развития, мы слышали такое, что дается еще дополнительное такое задание. Это тоже называется кармическим узлом. Поправьте меня, пожалуйста. Я поправлю тебя или дополню. Пожалуйста. Мы рассмотрим пример Байбы. Ты можешь продолжать жить, как ты жила. Ты уже достаточно, что сделала в своей жизни и достаточно продвинула свое осознание. Но ты можешь развиваться дальше и открывать в себе другие знания, неся их людям, неся их душам, которые интересуют тебя. Здесь будет все зависеть от тебя. Если ты будешь продвигаться, ты встанешь на перегрузке дорог, остаться там, где есть, или научиться чему-то новому и, соответственно, открыть для себя новый мир. Это и есть кармический узел, заложенный. Кармические узлы зависят от души, от ее усталости, от ее желания. Ведь земля дает много материального, и некоторые души так и не проснулись, некоторые продвинулись, и некоторые устали и наслаждаются земными благами. Поэтому кармические узлы, которые душа ставит перед воплощением, отличаются от кармических узлов, пройденных на земле. Здесь все зависит от души, насколько хочет душа получить разные знания земли, разные знания, которые может получить в воплощении на земле. Так, наверное, будет правильно. Благодарю. Я благодарю вас, Элла, за это дополнение. Это очень интересная и важная информация. Благодарю вас. Я перехожу с вашего разрешения к шестому, прошу прощения, к седьмому вопросу. Встретила ли я или встречу родственную душу в этом воплощении? Да, родственные души всегда присутствуют в наших воплощениях. Ты, несомненно, встречала родственные души, и ты будешь встречать родственные души, если ты будешь развивать себя и дойдешь своим осознанием и своими энергиями, вибрациями и развитием до уровня определенных душ, с которыми вы наметили встречи. Но без работы души этих встреч может не состояться. Благодарю. Очень интересный ответ. Благодарю вас, Элла. Следующий вопрос. Восьмой. Как правильно расшифровать числа, которые я вижу вокруг себя, но не понимая их значения? Какой прекрасный вопрос. Дело в том, что уже то, что ты видишь, эти числа говорят о том, что ты начинаешь интуитивно обращать внимание на знаки. А это очень много значит. Это значит, что твоя душа видит определенные детали, которые не видят многие люди на Земле. Маленькие детали, они несут много информации. А теперь вернемся к числам. Я не буду подсказывать или рассказывать, что конкретно значит каждая цифра. Я лишь скажу, что ты можешь сама это вычислить, записав несколько раз, что происходило после того, как ты видела, например, цифры 11 или 12 или 13, повторяющиеся постоянно. Запиши, что происходило, и ты сама найдешь аналогию цифр и событий. Это будет интереснее, чем я расскажу каждое значение цифры. К тому же это есть на Земле. Благодарю. Элла, я благодарю вас. Я немножечко просто поправлю. Вы сами сказали в начале нашего разговора, что на Земле очень много ложных знаний, и знания сейчас открываются также и правдивые. Только от опыта осознанной души зависит от того, сможет ли она разобраться в таких, в определенных таких ситуациях, когда это узнать, когда это правда, когда это неправда. Именно это я и говорю. На личном опыте проводишь аналогию событий и цифр, и ты понимаешь, что это значит. Значит, здесь никто это не может оспорить, потому что это твой личный опыт, который ты пережила, убедилась в этом, и точно знаешь. У нас еще такие цифры называют знаками кураторов. Именно так. Но здесь есть интуиция человека. Как я уже сказала, многие люди не видят знаков и деталей. То, что человек обращает внимание, это знак, что человек начал видеть отдельные детали. А это значит, что человек может анализировать и видеть другие детали. Кто-то останавливается на цифрах, а кто-то продолжает видеть знаки в музыке, разговорах, фильмах, книгах и многих других событиях, ежедневных встречах людей и обрывках разговоров. Все очень связано в этом мире, и все не просто так. Благодарю вас, уважаемая Элла. Это на самом деле очень интересная информация, и мы рады, что мы смогли это добавить и донести. Я перехожу к девятому вопросу. Какие таланты моей души я не использую? Я бы не назвала это талант. Ты, Аскарей, сказала, что ты не используешь практическую часть соединения души и разума. Душа очень отзывается на определенные вибрации, например, музыкальные звуки. В это время головной мозг получает эти импульсы через душу, и разум открываются новые возможности, так как происходит гармония, или же мы называем это симфония, когда все работает в одном целом. Отсюда получаются новые знания, или же открываются клапаны души. Сама того не понимая, ты находишься в определенном переходном состоянии. Вы называете еще это медитация, но медитация, не которая была насильно приведена в состояние остановки мысли, а через душу и музыку была дана головному мозгу, разуму, и все стало единым. Таким путем рактурианские энергии активируются, и знания по крупицам, по частицам открываются. Открываются они не только в душе, но и разумом ты понимаешь, что ты знаешь что-то новое, что произошло расширение. И это правильные знания, это твой прошлый опыт. Как я уже сказал, когда есть опыт, он неоспорим для души. Благодарю. Благодарю вас. Последний, десятый вопрос. Что бы вы хотели еще мне сказать, о чем я не спросила? Я бы хотела напомнить, что арктурианские энергии, это твои родные энергии, и ты можешь не только структурировать и придавать какую-то фигуру своему стержню, но также можешь направлять эти энергии для излечения и защиты себя и своего биоробота. Благодарю. И это отлично работает, могу только подтвердить. Благодарю я вас, уважаемая Элла. Вопросов больше не осталось. Остался маленький нюанс, который вы еще пока не знаете. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую уже прекрасно знают даже на арктурии. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Эллы, будет ли она так любезно принять этот скромный подарок. Знак благодарности за ее визит, за ее замечательные ответы и просто на добрые воспоминания об этой встрече. Это великолепный подарок для меня, потому что он несет много энергии Земли, Солнца, тепла, зелени и много других энергий и вибраций планеты. Благодарю вас за это. Аня, вам благодарим и мы вас. Нам очень приятно, что вам понравилось. Чувствуется, что вы жили, безусловно, на Земле. И это, мы подумали, просто вам будет приятно. Вторая традиция, которая у нас есть, мы никогда не прощаемся. Возможно, на каком-то этапе мы еще раз увидимся. Возможно, когда Байба достигнет более высокого роста и захочет, например, встретиться со своим высшим я. В таком случае мы всегда приглашаем куратора и совершаем с ним этот полет. Я благодарю вас, уважаемая Элла, и желаем вам всего наилучшего. Благодарю вас за эту встречу. Я желаю Байбе огромных успехов и гармонизации с арктурианскими энергиями. Благодарю вас. Благодарим вас. Рассинхронизируйся, Верочка. Байба, мы закончили встречу с вашим куратором Эллой. Вы получили все ответы на свои вопросы. Это великолепная встреча. Я чувствую в себе арктурианские энергии. Для меня более понятен спиральный, спиральная форма. Но я знаю, что я смогу формировать и шар внутри из этих энергий, и стержень. Это очень приятное задание. А еще вы можете выставлять защиту из своих родных энергий. Это является самой сильной защитой. Байба, сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план и сразу переходим к чистке вашей квартиры.